надуваться, как лягушка на болоте, со словами, чё эти косоглазые там? Я помню, помните, казак Крючков в Первую мировую войну там нанизывал на пику, на агитпроповской открытке, у меня даже одна из, там, десяток японцев. И смеялись, а потом провалили, оказывается, войну 1904-1905 года. Японскую-то проиграли. Не японцам ли мы её проиграли? А всё было, да мы сейчас тут плюнем на них, их не будет, разотрём. Русский богатырь против этих малорослых. Это у нас, извините, всё-таки осталось наследие тех добрых времён, когда мы говорили, шапками закидаем. Фокусимская авария, в первую очередь, это человеческий фактор в сочетании с отсутствием русской сметки. И те, кто наши спасатели, и американские, рассказывали, плача буквально, что они оказались жертвами японской бюрократии. Потому что цунами – колоссальная трагедия, а цунами такого масштаба, захлёстывающая атомная станция, не было никогда. А по всем регламентам положено. Это вот тот самый случай, когда у вас, ну, как бы сказать, безжалостный советский тип зверского отношения и наплевательского к людям спасает куда больше людей. Чем тонкая работа всё для человека, всё на благо человека, особенно гражданина и избирателя, европейского или вообще в целом западного, в том числе японского подката. Потому что пожарнику положено в первую очередь работать там, где население, а все остальные объекты, включая промышленные и энергетические, включая атомную станцию «Фукусимы», потом. Звучит хорошо, правда? Хорошо. Звучит замечательно. И они работают так, как положено по инструкции, потому что в Японии все работают по инструкции. Шаг вправо, шаг влево там не делают, да. Хорошо, бюрократия, ордунг, здорово. Не случайно говорят, что у нас индивидуальные, уникальные изделия получаются идеально, а что-то, что на конвейер, вот ни черта не получается. Дисциплина нет, да, трудовой. Да просто у нас вот это. Вот поэтому любой подвиг у нас получается фантастический. А планомерная работа, ну, не совсем наша. Но здесь есть и оборотка. Бывают ситуации, когда вам не надо планомерную работу, вам надо в экстренной ситуации быстро заткнуть течь на корабля. Если по регламенту вам сначала нужно разобраться с пассажирами первого класса, потом второго, потом третьего, а потом идти в трюм, то вы утонете вместе со всеми вашими пассажирами. Правда? Правда. Я знаю, что, прошу прощения, мне тут говорят, что Кыштым на севере Челябинской области. Нет, юг Челябинской области у нас большой примет нашим казахстанским или казахским, если уже угодно, экспериментам времен начала. Там просто все, что начинаешь перечислять, там очень много грустного можно найти. Так вот, ну, ответил на замещение, извините, пожалуйста, я географию немножко знаю, в том числе и Челябинской области. Но если по Челябинской области пройти вообще-то с дозиметром и посмотреть, то... Можно расстроиться, и лучше не ходить. Да, если по северу Казахстана, то расстроитесь вы еще больше. А если вы залежете в глубинку Семипалатинского или залезете на острова, где мы хранили всякую химическую, биологическую дрянь высохшего уже Аральского моря, который уже не остров, а полуостров, присоединившийся сам с собой к Узбекистану, то у вас настроение совсем попортится. Хотя там не радиация, там другая зараза. Орал, то, что сохнет, это не только плохо для рыбы и местного населения. Каракалпаки, конечно, их безумно жалко, но если... Да. Но это отдельная тема. Теперь смотрите, ситуация с Фукусимой... Пожарники пошли, когда было поздно. И вот здесь у вас дальше... Да, они справились со всеми, и они, когда до нее дошли, там были запросы и наших, и американцев экстренно сразу пойти. Потому что мы привыкли к наиболее опасному объекту. Я понимаю, что это плохо. Но если у тебя, условно говоря, разгерметизируется корабль, неважно, космический или по морю идущий, то все погибнут. Ты сначала должен заткнуть эту течь. Когда у тебя есть угроза на атомной станции, должен бросить все, что можно. И всеми силами, которые необходимо, убрать эту угрозу. Ну, у нас-то Чернобыль уже был. Мы-то понимали, чем это кончится. Ну, и американцы понимали. А нипанцы очень не любят, когда вмешиваются к ним вообще. Рекомендуются. Ну, они действительно это терпеть ненавидят. Неважно, американцы это мы. Они просто вот сами по себе вежливо вам отвечают. Большое-большое спасибо. Очень признательно и за ваше все. Это можно было предотвратить. И этого не предотвратили. По ситуации с Украиной, которую мы начали, на самом деле не закончили. Значит, Украина как государство, то, что разваливается, это катастрофическая техногенная угроза для соседей Украины. Все то, что... Ну, я действительно притащу, вот распечатал с утреца бумаги, которые дали коллеги. Посмотрел, взгрустнул, но терпит. Притащу, может быть, завтра просто притащу распечатки. Там есть разное. Вплоть до карты судов, которые были затоплены в Черном море. Это вот как раз-таки вот это химическое оружие. Ну, вокруг в том числе и химия. И, слава богу, оно затоплено там, где с этим что-то можно сделать. Например, замонолитить. Потому что есть шторма, есть угроза выброса этой всякой дряни на берег. Есть, понимаете, ну вот бочка времен Первой мировой войны, она не может долго, бесконечно там условно храниться. А идеи были ведь глупые. Идеи были о том, что там были спецы, которые говорили затопить, и все заилит. Чего заилит? Там течения морские. Но были такие идеи, что все сейчас завалят всякими морскими отложениями. То есть, несложно найти, потому что илом не покрылось. Да карты есть, чего там находить надо. Но у вас есть, более того, были определенные работы, которые проводили и в советские времена, и в постсоветские времена. Были планы ликвидации. Ну, химическое оружие Сирии мы же ликвидировали. Вместе с американцами, вместе с европейцами. Причем договорились. И вот это была проблема в воюющей стране. Ну, нет войны на Черноморской и Азовской акваториях. Но заниматься этим надо, что называется, вперед собственного визга. Потому что понятно, что так вам всем и надо. Там еще по берегам Турция, Болгария, Румыния. И далеко не все наслюют. Там еще Грузия по берегам. Там еще наш Крым с курортным сезоном. Вообще так говоря. И уж коль скоро, как раз, что хорошо, когда начались мощные работы по строительству Керченского моста, прославленного тем, что в этот мост сухогруз турецкий уже впарился. Еще не успели построить, кстати. Ну, что теперь сделаешь? Так вот, тем более нужно, видимо, это все учесть. И параллельно, как бы это ни стоило дополнить, хотя вряд ли это на самом деле удорожит мост. Но это абсолютно обезопасит ситуацию. Там другая будет проблема. Если эти бетонные банки встанут, как некоторые сухопутные острова, штук 20 хотя бы, чтобы все обезопасить на некотором удалении от берегов Крыма, я гарантирую процентов на 200 дикий вопль о том, что русские захватывают Черное море для того, чтобы добывать газ, для того, чтобы разводить там свою чертову рыбу и для того, чтобы вообще удлинить там свои национальные границы. Ну, мы же это знаем по китайцам, которые в Южно-Китайском море занимаются ровно тем же, без всякого там химстаринного оружия. Они просто насыпают свою цепочку островов великих жемчужин, на них располагают военные базы, на них располагают нефтянку, которая должна добывать, благо там много чего есть. И вот этот вопль можно гарантировать. Но тут тот самый случай, когда вот это надо будет игнорировать. Абсолютно точно. Причем аргументов за то, чтобы сказать, нет, вы не должны этого делать, нет просто ни у кого. Если эти аргументы появятся, тогда надо публиковать карты захоронения немецкого химоружия в акватории Германии, Франции, Дании и других прибрежных стран Северного моря. И будет это очень-очень интересно. Как потом европейцы на это будут реагировать? Ну, как бог свят надо. Хотя, может, это, конечно, и пришибет их рыболовную промышленность. Но нам что, жалко, что ли? Да нет, не жалко. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Но вот, может быть, перейдем к другой теме. Тут и беженцы у нас есть. Нет, ну, у нас все сообщается, надо было сообщать, вот, из Мурманска, из области, что топливная сборка, Вестингаус, шестигранник, наш квадрат, разница в теплообмене, риск расплавления импортных. Такить правильно. Но украинские технари получили приказ приспособить. Вам никогда не приходилось превращать шестигранник в квадрат? Я примерно представляю, как это сделать. Ну, я не знаю, я боюсь там шутить на эту тему. Я понимаю, что, конечно, можно обрубить что угодно, и у вас и квадрат станет шестигранником, и шестигранник квадратом. Но как-то, да, и сало превратится в суши. Но как-то это все результаты могут быть плохие. Почему, на самом деле, мы об этом сейчас и говорим? Украина, наш сосед, у нас с ним будут хорошие отношения, плохие отношения, она может нас ненавидеть, она может нас любить сдержанно. Там живут родственники, друзья, и живут разные уроды из батальонов Азов или Айдар. Там много кто живет. Но проблема не в том, что вот все-таки ахай скиснут. Проблема в том, что если они скиснут, из-за того, что жадные, что разворуют, что все, то нам же будет всем хуже. Нам в том числе. И вот этого допускать нельзя. При этом, смотрите, у нас же сейчас мы отказались принимать участие в саммите по ядерной безопасности. Правда? Истерика тоже была большая. Опять нам в очередной раз сказали, в Вашингтоне он был, что Россия в очередной сама себя изолировала. А там очень простая причина. Были выдвинуты совершенно конкретные, потому что вряд ли кто-то больше, чем наши, занимаются вопросом ядерной безопасности. Были выдвинуты конкретные предложения Российской Федерации по обеспечению ядерной безопасности. Они не просто не были учтены на протяжении длительного времени некоторого диалога. Они были, мягко говоря, ликвидированы по определению. И на них, ну как обычно, мы там что-то говорим, а на это никто не обращает внимания. И сравнительно давно мне довелось с министром обороны Соединенных Штатов в момент первой каденции Обамы, когда еще Роуз Геттенмюллер, которая как раз за ядерную безопасность отвечает еще своего администрации, командовала московским центром Карнеги, она крупный чиновник, и она приглашала верхний уровень американского эстеблишмента. Как раз тогда Хилари Клинтон вручила свой дурацкий ящик с кнопкой перегрузка Сергея Викторовича Ларова, как знала, но приехал целый министр обороны Соединенных Штатов, причем вполне себе настоящий, он был хорошим министром. Это он сказал, что главная угроза для Соединенных Штатов не России, даже не Китая, а две мили квадратных в Вашингтоне от Капитолия до Белого дома. Главная угроза Соединенных Штатов. Соединенных Штатов, Конгресса, Сената и Президента с его госдепом, это главная угроза безопасности и Соединенных Штатов, и всех их соседей. Но пока они как-то держат Соединенные Штаты, несмотря на вот эти две мили, уже столько сотен лет. Слушайте, распад Римской империи в учебнике пятого класса был со второго по пятый век. Кстати, с Пальмиры на обложке, там вот эта вот арка, которую снесли на обложке, вот у меня было такое. Ну, правильно, было такое. Соответственно, вот у нас есть, что такое ядерная безопасность? У вас есть Пакистан. Вот у него 90 ядерных запасов, вот у него 100 ядерных запасов, вот у него 120 ядерных запасов. Сложно поверить, что такая дикая страна, но она в представлении, вот в моем, по крайней мере, дикая, имеет ядерные запасы. Понимаете, в чем дело. Еще бы ИГИЛ имел ядерные запасы. Сереж, есть разный уровень развития у Камчатки или у Калмыкии и у Москвы и Санкт-Петербурга. Но более-менее он все-таки ровный, согласитесь. То есть вы хотите сказать, что прямо одинаково? Питер с Камчаткой? Ну да. Ну, люди примерно одинаковые. Нет, извините, мы были в Советском Союзе, а вот при Петре, извините, Камчаталы были сильно другие, чем жители Санкт-Петербурга. А, кстати, и Москвы. Причем они отличались не просто, они отличались на порядок. Технологии другие, вместо оружия с примкнутыми багинетами у вас автоматическое оружие, и танки вместо кавалерии, а люди те же. Вот представьте себе, что огромная страна Пакистан, это и Синд, и Белуджистан, и Панджаб, и города, в которых живут мухаджиры, выходцы из Индии, с их высоким уровнем образования, довольно серьезной роли в культуре, в политике. Но это и территория племен, приграничная с Афганистаном. Вы куда здесь денетесь? Только в этой стране у вас, вот были Ахмадия, и Базон Хиггса ведь открыли, исходя, помните это знаменитое открытие? Новые элементарные частицы. Но ведь Ахмадия, физик из Пакистана, сделал то открытие, на базе которого этот самый Базон Хиггса открыли. Их потом уже, он просто из старой волны, он еще родился в Британской Индии, когда индуисты и мусульмане не резали друг друга, как после раздела на Пакистан, на страну чистых, и Индию. И он еще не был объявлен не мусульманином. И почему в Пакистане, собственно, никто не говорил о том, что это наше пакистанское открытие? Нехорошо, неправильной национальности и вероисповедания пакистанец открыл. Ахмадия открыл, но это совсем нехорошо прям. Шибко это современное истолкование ислама. Поэтому там великие физики, там прекрасные математики, там Абдул Кадыр Хана замечательный, отец атомной бомбы, пакистанская, замечательный ядерный инженер. Это не страна дикарей. Упаси вас Господь. Но она разная. Не Зимбабве, да? Это страна, где есть и дикарь. Опять 25. А в Зимбабве вы идите и вытешите руины Большого Зимбабву. Видели когда-нибудь? Нет, я Зимбабву не посещал еще пока. Хотя бы на картинке. Что такое цивилизация Мономатапы, знаете? Так она уже закончилась. Люди те же. Поэтому дикие люди могут у вас быть на базе какой угодно цивилизации. Камбоджа это тоже страна маленьких, смешных, диких людей. Посмотрите на эту цивилизацию. Посмотрите на Ангкор-Ват. Посмотрите на то, что они в состоянии. Мозги там у людей-то одинаковые. Поэтому где-то, да, действительно, где-то люди отрезают головы, взрывают, занимаются радикальным исламизмом. А где-то они исследуют ядерную физику. Но про Пакистан ни одного слова нет. Вот последний раз я говорил об этом полторы недели назад с нашими американскими коллегами, которые достаточно серьезные посты занимают в администрации Обамы уже вот под конец его второго срока. И дяденька, который полномочный посол, он уже старый, но мы с ним знакомы просто лет 20. На вопрос. Вы все время говорите о безопасности ядерной в связи с Ираном. Мы все понимаем, ядерная сделка, мы сами участвовали без русских, этой ядерной сделки бы не было. Вы можете, наконец, сказать что-нибудь про Пакистан? Ну, мы вели переговоры об обеспечении безопасности пакистанского ядерного арсенала. Я не могу сказать, сказал, что у нас были все совпадения, но мы продвинулись. А я-то знаю, что... Что значит продвинулись? Ядерные замки, которые не позволяют использовать боеголовку, без того, чтобы тот, кто поставил этот замок, не отключил его. Они же не разрешили поставить. Американцы предлагали. Что называется, ядерный шпингалет. А смысл в таком шпингалете? Украли у тебя боеголовку. А все, ничего ты с ней не сделаешь. Откуда надо, просигналили. А она замкнулась так, что ты ее никакими способами хоть кирпичом по ней бей, хоть как. Но, а если пакистанцы примут решение? Понимаете, почему, да? Это же военная вещь. Она стоит у Пакистана не для того, чтобы перед американцами красоваться. Она стояла на случай, и стоит на вооружении, на случай ядерной войны с Индией, у которой есть ядерная сделка с США. Им разрешили иметь ядерный комплекс в обмен на то и на это, еще вот на это. Ну, Индия, с ней ничего не сделаешь. Да, она гигант. Опять же, она противовес китайцам. А пакистанцам нет. Пакистанские военные, с интересом оценив американцев, как их партнеров, сказали, нет, спасибо, ребята. То есть, вы в нужный момент весь наш ядерный арсенал, значит, отключите. Или не в нужный момент, а, предположим, кто-то из ваших орлов, пацифистов, решит, что надо. Спасибо, не надо. А это означает, что, кроме как у пакистанских соответствующих военных служб, не существует никакого доступа к этому всему. А что делать, если у вас, предположим, действительно путь, переворот? Исламисты радикальные пришли к власти. Вот вы, Пакистан, у вас сплошные бои в столице. То помните Красную мечеть Первезму Шарафа, еще перед тем, как его свергли в 2008 году, штурмовал Лалал Маджид. А она восстановилась. В этой Красной мечети там такие сидят орлы, и их столько тысяч. А ведь были нападения на все, что угодно. На Академию Генштаба, на управление военное. А Усама Бен Ладен где жил? Не в Абот-Абаде в 100 метрах от, вообще-то, Академии Разведки Пакистана АССР. Ну вот видите, получается, что Иран-то более контролируемый, что ли, более адекватный. Даже у него есть ядерное оружие. Вы будете сильно смеяться, но Иран безопаснее с точки зрения ядерного распространения, чем Пакистан. Пакистан какой-то рыхлый, такое впечатление, что государство. Он, конечно, может развалиться. Когда может развалиться, и он уже разваливался, но была Бангладеш, и не стал, был в Восточный Пакистан при поддержке Индии. 71-72 год, когда в большой войне Индия помогла очень серьезно Восточной Бенгалии отделиться. Ну, чего там стало с этой Бангладеш потом, как разваливается ее экономика, это все понятно. Но там и нет ядерных арсеналов. А в бывшем Западном Пакистане, а теперь в Исламской Республике Пакистан, ИРП, есть. Ну, аргумент, конечно, железный, многократно веселился, в том числе в эфире, по этому поводу. Почему вы рассматриваете Израиль и Иран, но не рассматриваете Пакистан? Это Южная Азия. Ну, правда, хороший аргумент, да? Мы не рассматриваем угрозу, например, терроризма, потому что, ну, скажем, граница Афганистана с Центральной Азией, это не Ближний Восток. И мы поэтому не будем рассматривать угрозу терроризма в Афганистане. Мы можем сказать ровно с той же логикой. Начинаешь говорить, а ведь тактическое ядерное оружие Пакистана будет у Саудовской Аравии, и саудовцы открытым текстом об этом говорят. Просто вас уже предупредили, об этом сказал принц Турки Бенфейсал, об этом все сказали. Если у Ирана то, и если у Ирана сё, то мы ядерное оружие. Ну, чего пойдут гениальные саудовские инженеры, физики и математики собирать бомбу на основании своих открытий? Да её тихо перевезут вместе с личным составом, вместе с носителями. Деньги уплачены ещё во времена Зияульхака. И тактическое оружие, которое просто легче к применению, саудовцы сейчас оплачивают. А новая концепция военной доктрины Индии заставила пакистанцев развивать эту сторону. А вот его перевезти очень легко. И вы знаете, стена. А вот что тогда у нас с Минобороны была американским, стена. Он уходил от любых вопросов, потому что понятно, что он сделать ничего не может, и он уйдёт. Здесь то же самое. И это к вопросу, а чего мы туда, в Вашингтон, не поехали? Ну, сейчас новости. И вернёмся. А потом обратно, да, в Пакистан и вернёмся. 5533-Вести. Итак, возвращаемся в Пакистан, Евгений Анатольевич. Мы не говорим о весёлых вещах, к сожалению, говорим о вещах грустных. Но тут с приплясом как не очень получается. Да, это правда. Вот ситуация такова. Когда вам предлагают серьёзнейшие вещи, где у вас компетенция, ну, мягко говоря, первая-вторая, да, невозможно сказать, что компетенция российских специалистов в ядерных вопросах уступает американская. Просто вот это точно не так. Да, у нас есть устаревшие системы тех же атомных станций, да, много чего есть. Ну, так простите, если денег никуда не инвестировать лет так 20-25, так у вас оно и устареет. Но даже то, что у нас устарело, вообще-то говоря, если уж вспоминать, как это было сделано, отличалось таким уровнем надёжности. И пример этому очень интересный. Единственный в своём роде. Сколько боеголовок было перемещено из республик на территорию Российской Федерации после распада Советского Союза? Есть такая статистика, да? Ну, известна она. Тысяч. Ты-ся-чи. Сколько у нас работают комбинаты по переработке ядерного топлива? Сколько у нас атомных подлодок и реакторных блоков было, что называется, утилизировано за последние десятилетия, в том числе самых, что ни на есть устаревших моделей на Северном флоте, на Дальнем Востоке? Заметьте, от нас фукусимы не было. Ну, да, тут совершенно верно. Есть грубые технологии утилизации, которые не сильно хороши, и для Запада бы какая-нибудь... Швеция бы удавила вообще, если бы у неё такое было, да и американцы бы... Но они работают. И у нас огромные территории. Нет, здесь не территории. Эта штука работает. Не обращать внимание, опять из чисто политических соображений, на профессионалов, которые говорят вам, вот здесь проблема, вон там проблема. Это абсолютно то же, что с террористами. Вы знаете, то же самое. Мы поставили здесь коалицию из 65 стран, всё уже хорошо. Так у вас же террористов всё больше и больше. А у нас всё хорошо. Это то же самое, что с наркотиками в Афганистане. А у нас здесь на пике до 130 тысяч, что называется, штыков. А вот теперь у нас 50 тысяч. А вот теперь мы выводим, у нас осталось 10 тысяч ещё. ЧВК. Подождите, а героином вы что-нибудь делаете? Ну, там условный диалог Виктора Петровича Иванова и его наркоконтроля с американцами по опиатам, по героину в Афганистане. Это некоторая помесь трагедии с русскими народными пословицами. Что в лоб, что по лбу, там, научи дурака богу молиться. Это примерно то же самое. И с демонстративно закрытыми на ситуацию глазами. И вот в этой ситуации вы можете сделать только одну вещь. Вы можете не принимать участие в спектакле. Это очень важно. Не принимать участие в имитации. Вот мы же не принимаем участие в имитации борьбы с терроризмом на территории Сирии. Правда? Но когда мы туда пошли, сразу изменилась ситуация. Это о чём-то договорит. Нет, мы просто пошли, поняв, что бесполезно, что любые аргументы не работают, что любой диалог не работает. При том, что, да, Керри отличные гитаристы, они с Лавровым вполне по-человечески подружились. И это здорово, и это важно. Но не работает. Там, где он просто Керри, хороший парень с гитарой. Там, где он госсекретарь Соединённых Штатов, он смотрит мимо тебя, потому что у тебя башка квадратная. Если ты такой умный, почему-то такой бедный. Я, когда, вот мы говорим с американцами, я сейчас всё-таки существенно чаще разговариваю в последнее время, аргумент был по Сирии потрясающий. Ребята, а если вы говорите вот про террористов по Сирии, по Ираку, вот это, это, логика шикарная. Чего с экономикой составляет, там, 15% вот американской? Ничего сказать, как сказать дураку, что ты дурак? Ему говоришь, мужик, во-первых, давайте сравнивать, у нас население половина от Америки, значит, считай, что уже не 15, а сильно больше, да, в сравнительных величинах. Во-вторых, посмотрите, чем мы занимались благодаря вашим американским консультантам, вашим советам последние, ну, пару с копейками десятков лет. В-третьих, в-четвёртых, в-вадцать пятых. И, наконец, мы тебе говорим про террор, и здесь мы, не вы, у нас не было 11 сентября. Да, Нордус, да, Беслан, но по сравнению с 11 сентября у нас Пентагон никто не разваливал наполовину, а это же было. Ну да, не врезался самолёт. У нас никто на самом деле в центре Москвы и в центре Вашингтона вот несопоставимые разрушения были, так, не так. А об этом мы не говорим, это вообще не имеет значения. Хорошо, давайте поговорим о Нью-Йорке и Питере, или наоборот, о Вашингтоне и Питере, о Москве и Нью-Йорке как сопоставимых. Вы понимаете, что вы валюете бешеные деньги с противником, который просто уходит, когда вы туда приходите, а потом захватывает все те места, откуда вы ушли. Да, вы огромные деньги на это тратите. Мы в Чечне ликвидировали, республику Вачкири ликвидировали. Чеченская элита интегрирована в российскую интегрирование. Может, это многим и не нравится, на самом деле. Но я же помню, и вы, наверное, помните, совершенно идиотские идеи, давайте мы скинем на Чечню атомную бомбу. Помните, такое было? В первую чеченскую об этом только ленивый не говорил. Это от отчаяния. Это от идиотизма, потому что скинь себе на голову атомную бомбу с тем же успехом, что за бред. Тяжелый случай. Но нет, мы не будем с вами говорить. Ваш опыт нас не убеждает. Но после Сирии, видимо, убеждает. Кстати, именно поэтому Пальмера послужила причиной, когда журналисты, западные журналисты, только что не отоспались на своем президенте, своем госсекретаре. И опять с Алтайского края крепкие алтайские парни. Я помню, на самом деле, как изобретали такую национальность. Алтайцы из местных племен там сколотили и надписали. То есть, почти индейцы наши. Вот командчик какой-то местный пишет. А чего это Керри у вас хороший парень? Он военный преступник после Вьетнама. Во-первых, военный преступник после Вьетнама. Это в Гааге решают. Не Керри. Ну, а тот самый парень, который Маккейн, за что он в Зиндане у вьетнамцев северный. Он в 7 лет, по-моему, пробыл в этом Зиндане. И у него, да, у него, мягко говоря, воспоминания после этого о Вьетнаме какие-то тяжелые, а вообще с контузиями все в порядке. И какие из них от катапультирований, а какие от Северного Вьетнама, это вообще большой вопрос. А во-вторых, он может быть кем угодно. Он госсекретарь Соединенных Штатов. Да. Как человек? Классный. Веселый, добрый партнер? Нет. Друг в личном качестве тому, кто с ним может дружить. Значит ли это, что он санкции отменит? Нет. Не отменит. Ну, по-дружески он не может это сделать. Он государственное лицо. Поэтому он у вас может быть кем угодно. А все, с кем мы имели дело после войны в ФРГ, вообще были все военными преступниками. Там ни одного не было, который не военный преступник. А что теперь было делать? Да, это неприятно. Я еще боюсь, нам с украинскими властями когда-нибудь придется иметь дело, когда уж окончательные бандеровцы сядут на посты премьера, президента Украины. И нам придется и с ними говорить. Так мы и с Гитлером говорили, и даже подписывали пакт Молотова-Риббентропа. Кончилось это только все в Берлине. Правда? Но в данном случае Вашингтон нам не очень нужен, потому что разобраться с наркоторговлей тамошних жителей, как правило, цвета хорошо начищенной кожаной обуви, бесполезно. Не получится. Уголовный тяжелый криминальный город. По Вашингтону ходить ночью, это вот все равно, что ты пошел в какой-нибудь тяжелый криминальный район с наркотрафиком. И там пытаешься в костюме рассекать. Можно встретить много приключений. Поэтому пусть они там живут. И пусть Керри, собственно говоря, ходят по Вашингтону вечерами. Но нам приходится с ними иметь дело. Вам это может не нравиться. Вам это может нравиться. Никуда не денешься. Им тоже не нравилось с нами иметь дело. Может им на нас смотреть противно, потому что Путин тяжелейший клиент. Сравни Путина с Порошенко. Ну, купить нельзя. Надуть не получается. Посмотреть сверху вниз не получается. То есть физически можно. Обама длиннее. Но он именно длиннее. А похлопать его по плечу, как это неудачно у него произошло с Раулем Кассером, он, по-моему, даже и не пытается. Потому что можно взять на прием, воткнуть головой в татами. Дзюдо, да, продемонстрировать? Ну, вряд ли это будет так, конечно. Но можно же. И это означает, что да, тяжелейший клиент. Неприятно с ними. Не партнеры ведь мы. Временное совпадение интересов, говорит госсекретарь. Но это было всегда. Идиотская идея, что мы партнеры, друзья и братика, что все будет хорошо, хинди, руси, пхай, пхай. Она в 90-е была. Она уже с Примаковым кончилась. Вот разворот Примакова. Это был символ, да? Конца вот этой эпохи соглашательства. Это была идея того, что ребята хватит. Все можно, конечно, терпеть. Но вот здесь, но не все. Может быть, мы даже заживем так, что мы перестанем складывать под какие-нибудь там 2% деньги, скирдовать в американских ценных бумагах все заработанные страной. А то сегодня смотришь на уровень экономики, вот на прогнозы Эльвиры Набиулиной. И говоришь, ну тут вот в этом году у нас ВВП будет 1,2 триллиона долларов, а в следующем он будет, там, что называется, 0,98. Спасибо тебе, глава Центробанка. Конечно, твоя политика с процентами, со всем. Так нам помогает прямо стать вровень с Америкой или хотя бы подняться до уровня не то что Америки, но хотя бы Канады. Вот прям так здорово. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. А ну говорить приходится. Перестанет быть госсекретарем. Все равно будем говорить. С Хиллари мы же говорим. А вдруг она президентом? Евгений Анатольевич, у нас сейчас перерыв, а после четырех... А новостей не вижу. Где? Да, после четырех к нам же придет Ходоренок, Михаил Михайлович. И говорить про армию. Вот тут там и много чего интересного расскажешь. У нас есть новость, которую можно вот в последнюю четверть обсудить. Желающих служить в российской армии оказалось на 30 тысяч человек больше, чем планируется призвать. Это интересно и очень показательно, но после новостей.